Депутаты фракции «Единая Россия» будут контролировать ход работ по проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом договорились губернатор Олег Кувшинников и председатель ЗСО, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. Глава региона также оценил темпы ремонта дорог в Вологде. Вместе с мэром города Сергеем Варапановым он проверил ход работ на улице Дальней. На улице Дальней выполнено фрезерование на 80%. Установлены бортовые камни. Сейчас строители укладывают нижний слой асфальта. Верхний слой выполняют асфальтобетонной смесью, которая отличается повышенной износоустойчивостью. Это стандартный материал для дорог, который ремонтирует по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Действительно, при вашей поддержке мы уже третий год реализуем программу «Безопасные качественные дороги» в нашем городе. В этом году 22 участка улиц. Мы отремонтируем действительно 550 миллионов. Сумма колоссальная для нашего города. Один из объектов, на котором мы сейчас находимся, это улица Дальняя, от улицы Северная, где мы с вами находимся, до улицы Саммера. Протяженность более полутора километров. В этом году дороги по нацпроекту будут приведены в порядок вместе с тротуарами. На проезжей части нанесут пластиковую разметку, сделают освещение пешеходных переходов. Нужно еще предусмотреть, чтобы не только были тротуары, но и остановочные комплексы. В частности, здесь его нет. И у меня есть обращение от жителей. Опять-таки, напротив, где показал Максим, собираются дачники, а остановочного комплекса нет. В непогоду, дождь, снег, но они стоят на улице. Поэтому надо найти все-таки возможность, я думаю, либо со строителями, либо администрацией города, чтобы еще и остановочные комплексы появились. Глава региона предложение поддержал, в свою очередь указав на то, что депутаты вместе с жителями должны активно следить за тем, как работает подрядчик и сразу просить исправлять недочеты, которые заметили. Все работы ведутся строго в соответствии с графиком. Подрядные организации работают круглые сутки. Здесь появятся суперсовременные улицы, которые будут оснащены современными остановочными комплексами. Бордюрный камень, тротуары, умные пешеходные переходы, частично заменено освещение. Поэтому это, конечно, абсолютно новый подход к производству ремонтных работ на улицах города. На данный момент ремонт завершается на улицах Горького, Лечебной, Лавинецкого, Новгородской, Октябрьской, Панкратова, Примениной, Южакова, а также на улицах Комсомольской и Студенческой в Молочном. В активной стадии работы на улице Псковской на 15% готова улица Лермонтова. Идет переустройство инженерных сетей на улицах Некрасова, Воровского. Согласно контракту, большая часть объектов должна быть сдана к середине октября. Полина Солота по материалам пресс-службы губернатора Вологодской области.